Культура Древней Руси Культура Древней Руси отличалась от современной культуры несколькими особенностями. Во-первых, древнерусская культура была церковной. Кроме того, древнерусская культура развивалась практически изолирована от культуры Западной Европы. Ну и, наконец, третья особенность древнерусской культуры состоит в том, что она была почти вся анонимной. То есть считалось, что имя создателя какого-то произведения не нужно указывать, потому что Бог знает, кто что создал, и Господь воздаст каждому по делам его. Но, тем не менее, даже вот при таком положении, когда люди не стремились оставить свое имя, но все равно все-таки до нас дошли несколько имен. Но это имена действительно первого ряда. Это действительно имена, которые уже при жизни пользовались огромной популярностью. И вот самый известный, конечно, это был Андрей Рублев. Борисов Николай Сергеевич. Доктор исторических наук. Профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Андрей Рублев – это человек, который внес вклад не только в русскую, но и в мировую культуру, в мировую живопись. Ну, Андрей Рублев, конечно, очень сложная фигура. Но да, действительно, он написал троицу, которая хранится в Третьяковской галерее. Но в этой иконе скрыт громадный смысл, громадный гуманистический смысл. Потому что эта икона написана была ведь в похвалу преподобному Сергию Радонежскому, выдающейся деятели русской церкви, преподобный Сергий, святой, один из самых почитаемых святых русской церковью. Когда мы говорим о деятельности Сергия Радонежского, то надо хорошо понимать, в какой обстановке он жил. Дело в том, что в 14-15 веках для нашей страны, для нашего народа главной проблемой, тяжелой, болезненной проблемой было существование татар-монгольского ига. Золотая Орда возникла в середине 13 века. Устанавливается контроль за политической жизнью Руси, устанавливается контроль за экономикой, огромная дань уходит в Золотую Орду. И борьба была пока еще невозможна, потому что Золотая Орда была для того времени могущественнейшим государством. Многочисленные войска, огромный военный потенциал. Русь была просто не в состоянии оказать вооруженное сопротивление. И поэтому борьба идет уже на уровне духовном. Как сохранить свою духовность, как сохранить свою любовь к Родине в этих условиях. Ну и возникла вот такая идея о том, что татар-монгольское нашествие – это повторение неких сюжетов Священного Писания. Вообще это характерно для Древней Руси, поиски параллелей в Священном Писании, когда что-то происходящее сегодня напоминает что-то, о чем говорит Священное Писание. И чтобы понять смысл того, что происходит сегодня, надо правильно найти параллель. Параллель этому событию в Священном Писании. И вот параллелью для татар-монгольского ига стал вавилонский плен иудеев. Иудеи были наказаны Богом за их грехи. И вот в этом вавилонском плену они находились до тех пор, пока Бог их не простил. Бог их простил за то, что они стали жить лучше. И вот идея о том, что борьба против ига идет не на поле брани пока еще, а идет в душах людей, идет в их отношении к своему ближнему. Вот эта идея была выражена, например, знаменитым Владимирским проповедником, епископом Серапионом. Серапион Владимирский в 1275 году он произнес знаменитую проповедь, которая сохранилась до нашего времени. И вот он говорит там о том, что люди любите друг друга, что Бог простит нас, если мы будем вести праведную жизнь. В монастыре преподобного Сергея Радонежского был введен так называемый общежительный устав. Общежительный устав – это древний монастырский устав, по сути дела это корень христианского монашества. Суть этого устава состояла в идее равенства. В том, что все монахи в монастыре носят одинаковую одежду, питаются за общим столом, в том, что они все трудятся, физический труд обязательный, в том, что они строго выполняют указания своего настоятеля. То есть это был идеал монашества, который к этому времени, к сожалению, был уже забыт. И вот преподобный Сергий сумел его возродить. Сумел возродить, то есть в чистом виде вот то христианское монашество, которое создавали когда-то еще Антоний Великий, Пахомий Великий, Василий Великий, отцы христианского монашества. Ну и вот в результате этого, конечно, в монастыре преподобного Сергия было не так-то просто жить монахом. Приходилось все время работать, приходилось все время думать не только о себе, но и о том, что вокруг тебя. Но с другой стороны, когда люди входили в это настроение, входили вот в то замечательное ощущение братства, которое умел создать преподобный Сергий, то они уже сами обновлялись душой. Они обновлялись, и им хотелось распространить на всю страну вот это вот движение. И поэтому начинается так называемая монастырская колонизация. То есть ученики преподобного Сергия, собеседники Сергия, они уходят на север, они поселяются в глухих лесах, они живут там сначала в полном уединении, для того, чтобы можно было прямо разговаривать с Богом, чтобы никто не мешал им молиться. Но дальше к ним приходили люди, приходили крестьяне, приходили монахи из других монастырей, и оставались у них, оставались у них, и возникал маленький монастырь. Потом этот маленький монастырь давал как бы отросток еще один, еще один, и пошла вот так называемая монастырская колонизация. То есть продвижение русских монастырей далеко на север, на север Европейской России. И вот там стали появляться такие монастыри, как Кирилл Белозерский монастырь, как, ну скажем, там, Дмитрий Прилудского монастырь, в конце концов, Соловецкий монастырь возникает в 15 веке. И вот это движение, оно было, с одной стороны, духовным движением, монастырская колонизация, как историки его называют, а с другой стороны, оно было очень выгодно, очень полезно, продуктивно для экономики страны, потому что осваивались новые необжитые территории, на этих территориях появлялись села, города, и в конечном счете, конечно, это была заслуга школы преподобного Сергия. Ну, и поэтому очень интересный сюжет рассказывает о житии преподобного Сергия, о том, как люди приходили в Троицкий монастырь со всей Руси, просто чтобы посмотреть, как они живут там, кто это преподобный Сергий, который научил людей жить как следует. И вот преподобный Сергий каждого приветливо встречал, преподобный Сергий в монастыре делал самую черную работу, он никогда не был каким-то заносчивым, высокомерным, ему свойственно была, как Епифания говорит, простота без пестроты. И вот этому вот качеству, казалось бы, такому простому, но на самом деле достаточно сложному, вот этому качеству учил преподобный Сергий. И вот Андрей Рублев, конечно, принадлежал к тому, что мы называем школу преподобного Сергия. Учение преподобного Сергия воплощено и в иконе Троица. В иконе Троица главное – это ощущение любви между тремя ангелами, но любви не только между ангелами, но она может быть и людская, любовь, братство, евангельские отношения. Вот в этом отношении икона Троица, самое знаменитое произведение Андрея Рублева, это, конечно, гениальный символ. До наших дней сохранилось, к сожалению, мало произведений Андрея Рублева, а еще меньше произведений достоверных, потому что много есть сомнительных, много есть работ его учеников. Но вот среди тех произведений, которые действительно принадлежат Андрею Рублеву, и в этом уже нет сомнений, наряду с Троицей, наряду с фрагментами живописи и росписи во Владимире, есть еще знаменитая икона «Звенигородский спас». Это изображение спасителя, которое являлось когда-то частью доисусного чина, то есть одного из третьего снизу ряда икон, который находился в соборе города «Звенигорода». Конечно, Андрей Рублев был не единственным художником, вдающимся художником своего времени. До нас дошло еще несколько имен, и очень мало, но все-таки какие-то крохи творчества. Ну, например, современником Андрея Рублева был знаменитый в свое время Феофан Грек. Это византиец, который долго жил на Руси, обрусел, проникся, так сказать, нашими русскими проблемами. И вот Феофан Грек в конце XIV века, а точнее, в 1378 году выполнил великолепную роспись в Новгороде, которая частично сохранилась до наших дней. Это роспись церкви Спасана и Линия, 1378 год. Совершенно другое настроение, чем у Андрея Рублева. Но так же, как в произведениях Рублева, у Феофана Грека мы наблюдаем огромную духовную энергию. Конечно, Даниил Черный, художник, который, по-видимому, был учителем Андрея Рублева. И, кстати, они вместе выполняли еще одну знаменитую работу. Это росписи Успенского собора во Владимире фрески 1410 год, частично сохранившиеся до нашего времени. Но, если посмотреть на несколько более поздние времена, то там поднимается фигура Дионисия, знаменитый художник времен Ивана III. Но не только, конечно, художники славятся для этого времени. Были великолепные архитекторы. Архитекторы, которые строили в технике белокаменной кладки, свойственной Владимира Суздальской архитектуре, но уже с другим настроением. С настроением, ну, я бы сказал, таким более сумрачным, более монастырским, отрешенным. И до наших дней, к счастью, сохранились четыре так называемых раннемосковских храма. То есть конца 14-го, начало 15-го века. Два из них в Звенигороде, где был удельный князь Юрий Звенигородский, человек очень церковный, очень набожный. И он построил там на свои средства два храма. И, наконец, Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры, конечно, в котором находится гробница преподобного Сергия, рака с мощами. Но и в Москве один из этих четырех храмов это собор Спасского монастыря, Андроникового монастыря. Великолепные храмы, но не похожие на то, что было раньше. То есть все это говорит о том, что, несмотря на тяжелейшую обстановку, все равно идет развитие нашей культуры, все равно идет движение вперед, поиск каких-то новых форм для выражения новых идей. Ну и, конечно, литература, литература, которая в этот период представлена прежде всего творчеством Епифания Премудрого. Епифания Премудрый это знаменитый древнерусский писатель, который прославился прежде всего тем, что он написал житие преподобного Сергия Радонежского. Это житие обширное по объему, около ста страниц, наверное, но главное его достоинство, этого жития, а житей много, но бывают и жития, написанные по стандарту, холодно, когда автор не видел этого святого. А здесь как раз Епифания Премудрый был учеником преподобного Сергия, и его житие, оно проникнуто личным отношением, личной любовью, восхищением, деятельностью преподобного Сергия, его личностью. Вот, таким образом, можно сказать, что 14-15 век, с одной стороны, очень тяжелое время в истории нашей страны, время татаро-монгольского иго, татарских набегов, кровопролитий и все прочее. Но, несмотря на это, творческий потенциал нашего народа, он сохраняется, он находит в себе выражение в архитектуре, в живописи, в литературе и во многих других вещах. А главное, потенциал созидательный проявляется в том, что создается единое русское государство. Главное достижение творческого такого потенциала, не в прямом смысле, но в смысле желания как-то улучшить свою жизнь, преодолеть трудности, это создание единого русского государства. И вот итогом этой работы станет уже деятельность Ивана Третьего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok